Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. На неделе блогерша Эльмира Букенова задалась вопросом публичным на платформе E-Vision. А легко ли девушкам в бизнесе? Легко ли в бизнесе вообще? Легко ли быть девушкой? Оказалось, что в современном Казахстане многие стереотипы уже давно разрушены и комфортно в предпринимательстве может быть всем. Главное подойти к этому делу с умом. На самом деле в нашей стране уже не важно, девушка ты или парень. Люди, которые имеют какое-либо отношение к бизнесу, всегда относятся друг к другу на равных. Я, например, не сталкиваюсь с дискриминацией, пренебрежительным отношением или недоверием ко мне и моему способу ведения бизнеса. А вот за советами ко мне обращаются часто. Комплименты говорят и на похвалу люди щедры. Я рада этой тенденции. Лишнее подтверждение, что каменный век в прошлом. Следующее утверждение Эльмиры – это то, что в бизнесе вообще мало кому легко. Нужно постоянно верить в свои силы, развиваться и правильно расставить приоритеты. Это не считая сбора команды. Ведь в одиночку, по версии пользовательницы YouVision, никакой бизнес долго не протянет. Ты трудишься, как папа Карла. Стучишься в разные двери, заводишь знакомства. Иногда не спишь, иногда не успеваешь вовремя поесть. Тебе нужно самой уметь выставлять правильные задачи, брать под контроль время, делегировать дела, просчитывать риски. Самое сложное – это собрать хорошую команду и постоянно быть мотивированной. Но когда ты, как опытный серфингист, ловишь по-настоящему крупную волну, тебя уже не остановить. Тем временем на помощь всем бизнесменам без оглядки на различия, гендерные, отраслевые, возрастные и прочее спешит Генеральная прокуратура. По крайней мере, руководство надзорного органа объявило в социальных сетях, что в недрах ведомства разработано новое мобильное приложение. Называется оно «Камкор» или «Защита для бизнеса». К вам пришла проверка не по плану? Проверьте законность с помощью своего смартфона. Главный герой появления новинки Багдад Мусин в Генеральной прокуратуре явно наметил курс на внедрение современных технологий. Как обещал ранее, мы создали приложение «Камкор», которое будет карманным помощником для каждого предпринимателя. То есть скачиваете приложение себе на любой гаджет, мобильный телефон или планшет, регистрируетесь, и в случае назначения проверки вам придет пуш-уведомление с текстом. К вам придут с проверкой дата. Нажав на уведомление, откроется полное описание. Проверяющий орган, ФИО проверяющего, а также тип, предмет и срок проверки. Представим ситуацию, что к вам пришли с проверкой. Проверяющий обязан предоставить акт о назначении проверки с 14-значным регистрационным номером. Вы вводите этот номер акта и получаете всю необходимую информацию, как указал выше. И, например, если пришел не тот проверяющий или срок проверки уже истек, который указан в акте о назначении, то проверка уже незаконна. В таком случае вы можете подать жалобу, которая будет рассмотрена территориальным органом комитета. И в случае подтверждения будет направлена мобильная группа для разъяснения всей ситуации. Бизнесмены, как правило, активные в социальных сетях, массово кинулись скачивать новое приложение. Оказалось, что оно пока доступно только для смартфонов на базе Android. Но релиз на iOS и Windows Phone появится совсем скоро. Но, как водится, отечественные комментаторы не обошлись и без ценных советов. Несмотря на то, что мобильное приложение только выпущено государственным органом, бизнесмены уже готовы к обсуждению его дальнейших релизов. Молодцы! Спасибо за работу! Вот это настоящая работа по защите прав предпринимателей. Скачал! Это самый лучший антивирус для бизнеса. Если бы еще в этом приложении можно было регистрировать обращение по поводу незаконных действий предприятий, было бы еще лучше. Хорошая новость! Знать бы, что еще разрабатывается в помощь народу. Наверное, в данный момент предприниматели будут бояться регаться в приложении, чтобы не попасть в список пробных проверок. В прокуратуре уверяют, что опасаться увеличения проверок с внедрением приложения бизнесменам не стоит. Хотя, с другой стороны, конечно, нельзя забывать, что и отменять их совсем в надзорном органе не намерены. Тем более, что не все предприниматели ведут свой бизнес прозрачно и в рамках закона. И полоса эта с двухсторонним движением в том смысле, что тем, кто играет по существующим правилам, бояться нечего. Особенно в то время, когда любое неправомерное действие можно запечатлеть на камеру и выложить в социальные сети. Поверьте, реакция государственных органов будет молниеносной. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях. Либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете! Редактор субтитров А.Семкин